В Польше снова ищут поезд с золотом. Согласно легенде, в законсервированной шахте в Нижней Силезии немецкие нацисты спрятали состав с награбленными ценностями. С тех пор эта местность влечет к себе кладоискателей и просто туристов. И вот профессура Краковской горно-промышленной академии заявила, они исследовали местность с использованием специальной техники, никакого поезда там нет. Стоит ли говорить, что ученым не поверили? Потому что даже если золота нет, так хочется думать, что оно есть. Александр Попов отправился по маршруту золотого состава. Последние полгода он подогревал интерес местных жителей, привлекал туристов и притягивал кладоискателей, одновременно пополняя бюджет города Ваупжиха. Но сегодня самый таинственный поезд мира, кажется, превращается всего лишь в очередную легенду. Мечты о золоте лопнули, как мыльный пузырь. Месяц назад ученые приехали со специальным оборудованием в Нижнюю Силезию для детального обследования места предполагаемого обнаружения поезда. В течение нескольких дней они тщательно исследовали территорию, производили замеры, а затем еще две недели анализировали полученные результаты. А в итоге вынесли разочаровывающий вердикт. Тоннель может и есть, а вот сам поезд по-прежнему не обнаружен. Правда, эти выводы ученых противоречат данным следопытов-любителей, которые одновременно, но с другой аппаратурой обследовали эту же территорию. Петр Копор и Андреас Рихтер первыми объявили о своей находке. И хотят получить за это полагающуюся им награду. Согласно нашим исследованиям, от депо начинается комплекс, который ведет в направлении Виадуга и города Свободицы. Мы уверены, что там есть тоннель, а в нем поезд. В конце концов, если поезда нет, то отчего же этот участок в течение многих месяцев охраняли городская служба правопорядка и полиция? Этот вопрос задают себе сегодня все, а в особенности сами кладоискатели, объявившие о находке поезда с золотом. По их мнению, скептические выводы ученых продиктованы властями из-за опасений, что свои права могут предъявить потенциальные наследники украденных нацистами сокровищ, например, русские или евреи. Тесты, проведенные учеными, были поверхностными и непродолжительными, а наши исследователи изучали этот участок очень тщательно и в течение длительного времени. Кроме того, ученые — это не поисковики и не археологи, а геологи. Они хорошо знают, как выглядят разные горные породы, а не военные объекты. Золотой поезд Третьего рейха — это одна из самых интересных и таинственных страниц истории Второй мировой войны. По легенде, в 1945 году немцы, опасаясь приближения Красной армии, загрузили все награбленное золото, драгоценности и знаменитые произведения искусства из европейских музеев в поезд, который должен был перевести все это в Валбжих. Однако туда состав так никогда и не доехал. Пропал где-то в окрестностях замка Ксюнш. Мы уверены, что это золото существует. Город Врослав до войны назывался Бреслау и был очень богатым. Там находились крупные банки, и в них хранилось огромное количество золота. Всего на территории Нижней Силезии проложено до 200 километров таких вот туннелей. Самые глубокие из тех, которые были открыты до сих пор, находятся на глубине 50 метров под землей. По мнению некоторых экспертов, еще глубже Китлер построил подземную железнодорожную станцию. Весь этот комплекс служил нацистным укрытием в случае нападения союзнических сил. Хотя с момента окончания войны прошло уже более 70 лет, многие загадки, скрытые в подземельях замка Ксюнш, все еще остаются неразгаданными. И даже самые опытные кладоискатели признают, что немцы умели так спрятать свои сокровища, чтобы никто в мире не смог бы их найти. Яцег Вильчур во второй половине 60-х годов был членом Следственного комитета по поиску нацистских преступников. В Совьих Горах он провел значительную часть своей жизни и до сих пор верит, что где-то в этих туннелях может скрываться нечто большее, чем один золотой поезд. Посмотри, это публикация на тему янтарной комнаты. Есть подозрение, что она также может быть спрятана где-то в этих подземельях. Немцы после войны распространяли версию, будто янтарная комната сгорела в результате бомбардировок. Но я был в тех местах лично и видел следы на земле. Они свидетельствовали об этом, хотя ничего найти мне так и не удалось. Интарная комната или ее часть могла все-таки попасть в подземелье в этих горах, и мы знаем путь ее перемещения. Пока неизвестно, действительно ли в поезде есть ценные предметы, но для жителей Ваубжиха он уже стал золотым. Прежде всего из-за туристов, которые массово посещают это место. Для региона вынужденного бороться с экономическими проблемами, связанными с закрытием местных угольных шахт. Лучшей рекламы не придумаешь. Александра Попова, Леонид Возничук, Серафима Рогизнея, Ваубжих, Польша.